всем привет сегодня у нас прекрасная погода больше 10 градусов вот еще немножко снег лежит дальше озеро замерзшая потому что на прошлой неделе ровно неделю назад нас было минус 25 а сегодня больше десяти очень быстро меняется погода поэтому и башка у меня все время болит вот сегодня уже дважды пила таблетки вот озеро еще не оттаяло так что мы вышли погулять вот стене и жориком алиску мы отправили она уже настолько взрослая девушка уже хочет ходить без нас у нее сегодня с подружками одноклассницами встреча пошли они в кино моего подвезли к кинотеатру дали денежки на кино и на попкорн потом родители одной из девочек заберут их они поедут в гости 7 часов мы за лиской приедем в общем так дети тут развлекаются вот в 12 лет такое озеро красивое сзади я вот так подумала мы жориком вернее с лиской очень много времени проводили пока жорика не было а когда жорик родился получается жорику отдельно мы внимание ну уделяли постольку поскольку но в основном мы всегда с ними ходили вдвоем то есть куда бы мы не ехали не шли всегда мы были или или за и жора с нами были а сейчас близко взрослеет уже самостоятельно кого-то ходит и в итоге получается так что теперь жорик с нами гуляет самостоятельно без лиски так что все уравновешивается даже песок замерз до тут такое самодельное озеро и видно снег сходил или что тут песок зона песка у тут и тоже как-то на вся покрыто льдом ну видишь в этом году уж не было пляжа вроде в этом году не было даму прижали один раз сюда не был такой парк у нас красивый йемен парк называется здесь вот павильоны можно делать шашлык можно тут заказывать эти павильоны не знаю все они платные или нет приглашать делать не рождение такое всякое а там был пляж и мелкое озеро можно было нехорошо ходить приходить летом купаться сейчас это прикрыли а вон еще такие вот беседочки тоже как отдельные места для чтобы делать барбекю шашлык с мангалами с урнами пар бесплатный стоянка бесплатная въезд бесплатно а чего по траве тут так ну мокро так что меня спрашивали как здесь убирают улицы снег вернее убирают здесь еще перед тем как должен выпасть снег очень часто ездят специальные машины у них тут специальная отдельная база вот эти вот снегоуборочные машины у них прямо вот на этой базе россыпи солен такие горы соли лежат так вот перед тем как этот снег выпадает они уже ездят посыпают улицы снегом и хайвей но в основном перед во время вот уже снегопадов начинаются сильные снегопады эти все машины с огромными ковшами они такими ездят и сзади это тащу работает такая штука рассыпает соль они в первую очередь идут на хайвей то есть чтобы на скоростных дорогах было чисто не было снега а потом уже в городах они расчищают но если у вас есть свой дом свой участок то свой драйвей от гаража и вокруг своего дома вы должны чистить сами это даже как бы нужно очистить не то что там хотите или не хотите ну тротуары наверное те что к дому примыкают тоже я не знаю если по тротуару и потому что мы не живем в таком месте где есть тротуары вот но мы живем в апартментах в апартментах у нас есть своя машина тоже с ковшом которая убирает снег во время снегопадов и тротуары которые вокруг апартментов посыпают работники апартментов тоже вот так у нас убираются у нас сыпят солью последний год по моему в этом году только или в прошлом тоже было я не знаю начали тоже поливать химикатами по чуть-чуть раньше по моему не поливали поэтому в наших вот холодных штатах очень быстро живет машины то есть но машина ржавая от этой соли надо и часто мыть машину зимой и мы еще ездим машину обрабатываем специальным антикоррозийным покрытием раз в год школах у нас кстати есть снежные дни если сильные снегопады у нас здесь вокруг великие озера и у нас есть вот этот вот лейк эффект называется когда очень большие заносы и в такие дни школы не работают даже в школьном графике есть отдельные отдельные как бы для этих дней там 5-6 дней в году выделяется для вот этих снежных дней но в этом году кстати у нас зима очень теплая вот это вот снег самый большой снег что выпал в этом году обычно у нас просто лежат огромные сугробы но так вот в этом году лайк эффекта особого не было теплая зима только на прошлой неделе вот были морозы на выходных еще по поводу посылки хотела сказать что некоторые писали почему вы не отправите деньгами зачем маме вот это все покупать здесь дороже там дешевле это все стоит если перевести из доллара на гривну это все конечно так но во первых мы покупаем для того чтобы просто мама не тратила на это деньги а деньги пересылать сейчас очень стало проблематично если раньше мы через western union спокойно пересылали деньги то есть они доходили буквально в этот же день или на следующий сейчас в россию тоже нет проблем переслать таким образом деньги но жора ну походка но в украину сейчас стало практически невозможно мы отправили наверно полгода назад деньги и они дошли через две недели причем у нас несколько раз перри проверяли почему-то наши данные там чуть ли не до самых самых подробных данных спрашивали переспрашивали потом их как бы утверждали этот перевод потом маме была такая вероятность не захотели бы давать долларами а пытались бы дать гривнами в банке перевести в гривневом эквивалент и причем банковском известно что в банке курс немножко ниже чем ну так можно купить его других местах и короче говоря я плюс они еще пытались спросить какую-то страховку на этот перевод чего раньше тоже не было поэтому мы по возможности передаем деньги так из рук в руки ну через кого-то если кто-то ездит еще у меня такая есть схема я своей подружке покупаю детям там или ей косметику или какие-то вещи здесь за доллары речка такая бурная покупаю здесь за доллары вещи ей она там в маме отдает тоже долларами ну ту сумму на которую я и купила вещи вот так еще делаем лево через кого-то передаем ну а так если есть возможность отправить посылку мы отправляем посылку с такими вещами такими что вроде необходимо нужно покупать и такие что не портятся продукты там мы пересылаем еще конечно огромное огромное при огромнейшее спасибо за все пожелания которые вы написали за насчет работы это правда у меня такой прорыв спасибо большое что поучаствовали стали комментарии пожелания очень приятно буду стараться работать как можно больше но сейчас каникулы заканчиваются и с понедельника пока никто не звонил ну там у какой красивый доберман у него фотосессии красивая собаку снимает не знаю если видно так что будем стараться в какой красавица блестит весь такой грациозный вот мне конечно хотелось бы поработать каждый день но как получится там есть оказывается список они как бы по кругу идут по этому списку всех вам звонят следующие опять звонят мне и вот так вот кто-то а клещи вот ведь уже здесь предупреждение в этом парке что здесь есть ключ и вот и мне еще анжела сказала что на мной гордиться что я стеснялась вообще говорить по-английски даже с такими знакомыми и тут я себя переступила через себя переосилил этот страх и пошла работать в школу и естественно общаюсь на английском ну так вот сейчас может быть мы пойдем такой район жилой где красивые домики тут рядом с парком я покажу домики там сзади меня за парком есть хороший жилой район вот этот дом что был за сто сто сорок три тысячи он как раз примыкает тоже к этому парку с высокими тексами дом который такой все сейчас неприглядненькая но скоро весна чувствуется уже дыхание весны вот там вот остался парк за нами вот пошел этот райончик симпатичный с домиками здесь дома от 150 но 150 совсем такой поганенький а так вообще 200 и выше и они достаточно новые но вот эти вот постарше тишок парку ближе а вот туда дальше к тупику там такие уже новые дома совсем вот этот вот дом недавно продался по моему за 180 190 серый ну как я говорила здесь очень хороший район но очень большие высокие налоги на оплату дома ежегодные поэтому здесь уже с хорошими денежками нужно селиться ну и дома уже поновее посовременнее конечно не настолько натуральный как старый дом оденья любят старые там все деревянные нет но они 60-х 70-х даже самые здесь старые дома такого возраста да вот здесь чем лучше нейборхуд чем лучше достаток у людей тут район районами живут хорошим достатком люди тем они более радушные гостеприимные улыбающиеся сейчас приехал дядька на машине помахал нам улыбнулся из машины то в других районах где такие страшные дома запущены там и и люди злые тоже не здороваются ничего мне кажется этот новый дом или нет он был тут разве с высоким гаражом таким я не помню как бы это не новый был дом здесь вот свободная территория здесь скорее всего будет еще дом стоять а может и два вот такой вот райончик симпатичный не супер-пупер богатого достатка но для хорошего достатка но нам пока такой домик не светит скорее всего обычно здесь люди покупают свои первые дома ну недорого как бы стартовый дом это считается и они его покупают на так чтобы обвыкнуться чтобы оплачивать его нормально и потом уже второй дом уже конечно если с этим все нормально работа не теряют и так далее то второй дом уже конечно на ступень выше это вот уже на второй дом при хорошем достатке может потянуть а вот это вот этот раз и два дальше тоже новое не так давно построились погода обалденная сегодня студенты все футболках ходят по улице проезжали видели студентов сегодня без баскетбольная игра и все ходят по улице все идут какие-то бары и не знаю спорт бары вот тоже новый дом кстати раньше не было это вот новый дом и дальше у тебя дома новая ну вот немножко покажу это закрытый нейброход как я люблю тут нет проездной дороги сквозь тут просто круг идет такой на несколько улиц зацикливаются они и вот отдать два новых дома синий коричневый постролю нормально последний за последние пару лет уже заселились очень классный герой ончик такой на природе можно сказать завтра сзади уже все уже поле да тут правда иногда коровками пахнет уже там есть какие-то еще фермы чуть дальше уже там лошадки хочу хуже вот так новенькая все крыша симпатичная такое вылезанное ничего делать не нужно садения говорит как раньше машины были такие добротные металлические механические все в них было такое солид то есть такое все крепкая а сейчас машины вот даже на хонда у нас новая такие уже более пластиковые более дешевые материалы но ничего не надо делать то есть она не ломается пока новая и хотя срок годности у них все меньше и меньше мне кажется что для того чтобы покупали новые машины с каждым каждые три пять лет также и дома уча строят пластиковые материалы но все новенькая красивенькая выглядит хорошо и в принципе ремонтировать вроде его не трудно потому что там поменял стену снял один как это гипсокартон поставил другой у кого-то захоронили тут не видно купились и участок и это наверное да и пока не строятся а нет видишь тут все указано что будет сейчас скоро поставили плиту а вот данным отсюда а видишь но хаос номер 28 и вот 28 так что тут просто уже показали что будет дом скоро и земля где-то вот такой кусочек земли здесь стоит 28 тысяч 25 28 28 28 вот жорке курточку мы недавно купили в h&m за 14 долларов по скидке очень хорошая курточка по-моему за 14 долларов он модник он любит такое всякое займу еще пару минут вашего драгоценного времени покажу какая в этом месте мне пришла коробочка красоты вот такая косметичка сердечком такая немножко пупырчатая вот в ней румяна рассыпчатые минеральные вроде как даже состав очень даже приличный натуральный плюс вот такая вот пилочка керамическая или стеклянная не знаю масло основа и просто им можно пользоваться для лица смешбакс фото финиш праймер ойл такая вот маленькая бутылочка масла дальше лак пришел приятного цвета такой пыльной розы что ли он немножко темнее чем на камере получается вот ну и сейчас 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 и вот такой вот карандаш для глаз вот вот а также хотела вам показать чем я последнее время занимаюсь что так занята и не могу ничем другим заниматься вот вышиваю вспомнила решила заняться опять вышивкой раньше я когда-то этим занималась ну вот мне кажется эта работа вроде ничего получилось не очень неаккуратно получилось у меня вставить в рамочку я купила такую бумагу клеющуюся картон наклеила и оно немножко получилось у меня тут пузырь получился вот так вроде бы ничего и начала я новую работу вот большая она будет я черчу 10 на 10 чтобы удобнее было считать это у меня будет пион это я только начала это наверное треть или одна четвертая наверное рисунка даже одна пятая будет у меня большой пион и вот покажу какой я классный органайзер купила для ниток вот купила два кольца вот таких и на них вот кулечки продаются в наборе чтобы нитки удобно было складывать вот здесь пишется номер ниток вот и очень-очень удобно их искать у меня еще пустые остались очень удобно искать оставшиеся нитки очень удобно складывать обратно классная такая вещь раньше они у меня свисали, путались, куда-то падали все время а здесь просто в этом органайзере очень-очень-очень удобно ну вот и все, что я хотела на сегодня показать всем хорошей недели и пока вотQueen восемь восемь и ですか